Бог по великой милости своей даровал нам не только эту отчизну здесь на земле, но Он еще дарует нам вечную отчизну там в небесах, в своем присутствии. И очень важно, чтобы каждый из нас, Он имел это свидетельство, что Его имя записано там, в книге вечной жизни. И я думаю, знаете, если появляется ребенок на свет, то ему выдают документ, да? Как он называется? Свидетельство о рождении. Я думаю, что когда рождается душа свыше, то она также получает из небесной канцелярии, так скажем, да? То есть от Бога, она получает свидетельство о рождении, но только не на бумажке, не на листочке, да? А она получает свидетельство в дух. Слава Господу! И очень важно, что если мы с вами родились от Бога, мы имеем это свидетельство. И может быть, где-то оно не так ярко нам свидетельствует по причине, где-то, может быть, мы где-то уклонились или еще что-то, но есть возможность поправить свои пути, и чтобы это свидетельство, оно ярко говорило в наших сердцах, и как тот маяк указывало нам верный путь в небесные обители. Слава Господу! В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, Христос в беседе с Самарянкой говорил с 23 стихом, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Вы знаете, я, когда задумался над этим стихом, очень глубокий, очень большая глубина, вроде одно предложение, но столько много сказано, что и об истинном поклонении, и Отец ищет, и как это поклонение происходит, здесь все написано. Здесь об этом все написано. Если кто не знает, как поклоняться в духе истине, прочитайте, помолитесь, поразмыслите, Бог откроет, как поклоняться в духе и истине. И Отец ищет себе. И когда Иисус Христос был на земле, это Его Отец послал. Это Отец начал поиск тех душ, которые будут поклоняться в духе и истине. Но Слово Божие говорит, все согрешили, лишены славы Божией. Господи, среди кого Ты ищешь этих поклонников? Но Бог Отец в Иисусе Христе, Он послал Своё Слово. И когда Христос проповедовал народу, те души, которые принимали Его Слово, откликались на Него и поступали по Нему. Они поклонялись Ему в духе и истине. Потому что это Слово, оно посылается не в разум людей, оно посылается в сердце человека, в человеческий дух, для того, чтобы его оживить и сделать способным поклоняться Богу в духе и истине. И об одном таком небольшом поклонении я хотел бы еще зачитать. Евангелие от Марка, 7 глава, с 25 стиха. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». Слава Господу! Друзья, интересно, может быть, кто-то видел служение изгнания бесов, кто-то не видел, но достаточно одного слова, чтобы он вышел. Не надо там много молитв, не надо каких-то постов. Вы знаете, самое главное, я не умоляю нисколько действия молитвы и поста, но самое главное, что Бог хочет видеть в сердцах поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Он говорит, за это слово иди, бес вышел. За это слово. Друзья, что это за слово? Эта женщина, она приняла слово от Бога. Она с верой пришла. И даже то, что где-то Христос так сказал, может быть, по-человечески унизив ее, по-человечески, да, дай прежде насыщиться детям, нехорошо взять у детей и бросить псам. Кто-то, если бы она пришла как человек, она бы обиделась, она бы огорчилась. И иногда слово Божие не звучит лестно в наш адрес. Оно говорит и открывает нам наши грехи, недостатки, и оно судит. Но оно судит грех. Оно не нас судит, друзья. Оно осуждает грех во плоти. И если мы с ним соглашаемся, смиряемся, говорим, да, Господи, но мы на милость Твою уповаем, потому что без Тебя мы не сможем исправиться, то, друзья, вот за это слово, за слово смирения, за слово веры, надежды, упования на Иисуса Христа, тьма отступает. Слава Господу, друзья. И поэтому поклоняющийся в Духе истине, он не может поклоняться, если в сердце не будет слова от Бога. И мы сегодня собрались сюда, и вы знаете, очень важно, сегодня будет звучать слово Божие, сегодня будет звучать пение, и кто-то уже готов, чтобы поклониться, кто-то уже имеет это слово. Пожалуйста, доверяйтесь, поклоняйтесь. А кто-то, если не имеет, кто не имеет, то надо получить от Господа в смирении, в умолении, какое бы оно ни было, это слово, или к покаянию, да, или еще к какому-то действию. Вот, очень важно его получить на этом месте, и только получив его, уже довериться, исполнить то, о чем это слово говорит, и так прославить Господа. И так явится сила Божия через Твою и мою жизнь, и прославиться Его имя. Аминь. Будем молиться.